так здравствуйте всем сейчас мы настроимся туда включилась не туда порядке уже напугалась думала так здравствуйте здравствуйте пытаюсь о пытаюсь написать название чтобы вы видели о чем сегодня будем болтать в общем я почти что вот класс сейчас ребят закрепляю тему я почти что супергерой потому что я не знала что воскресенье на самом деле не так легко найти временный эфир в общем я поняла что его вообще не легко найти не знаю у вас так или нет поэтому я просто решила это сделать приветики всем рад вас видеть меня зовут Оля Ермилова если кто-то не знает то я занимаюсь тем что помогаю людям с помощью изменения своего мышления управлять своей жизнью вот так это все звучит но если так по-человечески совсем я учу вас думать так чтобы вам было классно чтобы вы могли получать жизни все что вы хотите и я учу вас понимать чего вы хотите так вот так все круто значит сегодня я закрепила там внизу тему кто в эфире или виде это называется тема феномен успешных людей я короче сегодня решила думаю надо же поумничать как-то в воскресное утро и я решила поумничать на тему того чем вообще вот эти успешные люди на которых вы смотрите на которых иногда так вот голова закипает как этот человек все успевает откуда у него столько сил что он вообще такого делает что в любые жопные ситуации он все равно зараза прорастает я не знаю вас так бывало или нет но иногда наблюдая за какими-то людьми особенно знакомыми да то есть знаете жили-были в одном садике а значит ходили в одну школу и тут короче у тебя в жизни ничего глобально не поменялось а у человека значит все лучше 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 и лучше пластмассовым и думаешь ну когда у него будет что-то плохо вот вы знаете это такая интересная штука феномена человеческого мозга мне кажется когда мы поджидаем что кто-то все-таки пойдет на дно и ты такой вот я же знала что не так все хорошо то есть люди прям ждут какого-то такой какой-то неудачи я на самом деле не до конца разобралась почему нам от этого легчает но я замечала такие вещи она тем не менее обычно человеку которого все было в жизни хорошо и который попал в жопу спустя время снова у него становится все хорошо и все равно он идет постоянно наверх ты можешь за ним наблюдать длительный период времени видит что он меняет дорожки но могут меняться профессии семьи там все что угодно но он все равно продолжает идти наверх и вот как раз этот вопрос когда общаешься своими учениками со своими знакомыми часто бывает какая-то такая тема интересная поднимается вот недавно одна поднялась и поэтому я решила вывести разобрать немного что вот в этих блин людях есть тут есть такая ремарка я скромно тоже отношу себя к этим людям потому что в моей жизни было очень всяких много разных ситуаций плохих и хороших разных на самом деле это такая очень всегда субъективная оценка но вот вы знаете каждый мой год каждая мой этап он всегда идет все равно лучше то есть даже переживая какую-то там яму кризис там неважно финансово в отношениях самим собой с кем-то у меня все равно потом становится все лучше чем было то есть такое не потопляемый корабль короче прям было долго я сразу вас попрошу будет очень классно если вы будете задавать какие-то вопросы по ходу тогда у нас будет сами более такое общение я обещаю на них обращать внимание но давайте начнем с каких-то аспектов вот этих вот успешных людей первое наблюдение ключевое которое я заметила что обычный человек человек обыкновенный он действует в основном тогда когда у него что-то в жизни плохо то есть вот например когда у него совсем уже нету денег он начинает что-то делать то есть а так он работает на какой-то работе понятное дело что чаще всего работает ну это какая-то работа поддерживающая штаны любые ключевые глобальные изменения в жизни у человека начинаются только тогда когда его прижали к стенке критическая ситуация там не знаю бросила женщина там не знаю смертельная болезнь уволили с работы то есть вот когда происходит критическая ситуация обычного человека это для него стимул что-то в своей жизни поменять если же мы с вами приведем параллель между человеком успешным вот у нас человек успешный будет человеком блестящим обижаете как театр кукол это у нас чехол человек обычный а это у нас успешный человек человек блестящий да он такой он такой же в принципе как обычный человек только он у него есть такая цепь блестящая так вот человек успешный он всегда действует вне зависимости от того на какой он ступени находится то есть когда у тебя все хорошо ты не расслабляешь булки да на своем как это называется уровне комфорта да типа ну все мне теперь хватает зарабатывать там у меня нормально неважно работает бизнес или нормальная работа мне нормальные отношения нет этот человек все время ищет себе новые приключения да мы часто говорим приключения на свой зад он все время повышает планку успешные люди постоянно ищут вот они только достигли какого-то уровня казалось бы сиди отдыхай почивой на лаврах но нет то есть ты сразу начинаешь себе повышать планку ты думаешь теперь хочу это больше теперь хочу значить там продавать не сто а тысячу теперь хочу значит продавать не на одну страну на весь мир теперь хочу вот чтобы у меня отношения были не такие а вот вообще такие только купил себе первую квартиру или съехал на съемные уже мечтаешь там от родителей уже мечтаешь как купишь свою то есть успешный человек это человек который действует и постоянно повышает планку у него не существует уровня комфорта как только он попадает на уровень комфорта он тот же делает его зоной дискомфорта есть такая классная теория возможно вы услышали я вам ее напомню она называется теорией рек американская теория америкосы ее привезли с какого-то тренинга и мы удачно ее все умные люди видите как я себя причисляю к умным людям подходили теория рек выглядит следующим образом что все люди которые есть они поделены на вот как на определенные реки сидят в определенных реках вот есть такая знаете маленькая вонючечка простите речушечка такая такая маленькая озерцо вот и там например люди которые там живут каких-то маленьких городах у которых там зарплаты там несколько тысяч гривен до у которых потребности они не покупают особо новые шмотки пока старые не сносились у них нету там мысли о том чтобы детей отправить учиться за границы нет они тут прикольные то есть им тут хватает денег на выходных выпить значит у них тут все окей и среди них есть даже какие-то более крутые например которые там не знаю пьют не самое дешевое пиво чуть-чуть подороже вот у них такая такое общество среди них есть крутые среди них есть не очень крутые но это их круг есть другая река например рядышком который уже зарабатывают там например по 20 тысяч гривен люди вот это кажется людям очень круто эти люди там иногда покупать себе какие-то новые вещи на распродажах или на рынках вот у них есть какое-то определенные круги интересов как они проводят время вот и вот они там друг среди друга есть тоже крутые не очень есть там круг людей да там следующая река который там люди зарабатывают по несколько тысяч долларов которые ездят на хороших машинах которые строят карьеру там в хороших компаниях или сами являются работодателями маленького бизнеса есть там река где сидят все сплошные миллионеры в общем смысл в том что таких рек огромное множество и принцип этих рек заключается в том что если вам становится комфортно в той реке в том окружении другими словами в котором вы находитесь вот вы чувствуете что вам комфортно вам тут хорошо вы тут может быть что уже является красной лампочкой вы тут лучше чем остальные и поэтому вам тут хорошо вы прям тут себе чувствуете тут все спрашивают о ну как ты там провел выходной такой я в ресторан типа сходил а ты купил себе кроссовки night и ты бог потому что ты купил себе кроссовки night к там за 10 тысяч гривен поэтому ты бог ты просто супер бог да и вот и тебе в этом комфортно так вот если вы хотите расти и развиваться вам необходимо научиться как только вы себя в одной реке чувствуете комфортно переходить в другую где вы будете самым лохом конкретно в этой реке извините за это в такое лохом мне нравится это слово ну короче где вы будете самым самом низу самым простым бедным в этой реке почему потому что окружение это то что нас фармирует и когда нас окружают более успешные люди это создает для нас атмосферу дискомфорта и успешный человек вот успешный человек он всегда стремится попасть в дискомфорт потому что он знает что это зона его роста потому что если ему комфортно то он начинает застревать следующая такая интересная теория в жизни есть что нельзя стоять на одном месте то есть если вам кажется что вы достигли какого-то уровня и вы на нем закрепляетесь сегодня эта практика не работает вы должны понимать что мы сегодня живем с вами в таком мире который очень стремительно развивается во всех отраслях во всех направлениях да несмотря на то что мы переживаем какую-то гребаную гребаную историю с войной где убивают людей но в параллельной реальности до помимо этого есть развитие до люди летят в космос на луну постоянно какие-то ну я не виду что уже собираются постоянно идут какие-то новые открытия он iphone каждый год творит какие-то чудеса и вы должны понимать одну простую вещь что если вы постоянно не идете в сторону развития не улучшаетесь постоянно не повышаете свою планку то вы отстаете ну то есть вот смотрите вы например купили себе сегодня последний iphone да и вы считаете что вы царь бог вот все у вас последний iphone вы прям вот ну не знаю словили вот вот все но вы чувствуете себя богом но если вы его три года не меняете или 4 то вы уже находитесь с отстойным айфоном понимаете потому что технологии если раньше мы вообще были счастливы что у нас был вообще телефон был телефон и ты бог то сейчас если ты постоянно не обновляешься ты уходишь назад есть еще раз давайте так подытожим находиться сегодня закрепиться на одном месте нельзя как в алисе стране чудес если ты двигаешься очень быстро то ты стоишь на месте а если ты хочешь двигаться вперед по этой цепочке то тебе нужно двигаться в два раза быстрее понимаете то есть вы не можете сегодня тут зависнуть вы как на эскалаторе вы вроде бы встали но вас понесло назад как в течение да вы заплыли куда-то на море и вам кажется что вот я на средине моря но течение вас несет и если вы не будете грести чтобы хотя бы оставаться на месте то вас вообще снесет а если вы хотите еще плыть то вам нужно грести особенно активно так вот как раз мозг успешного человека те люди на которых вы сегодня смотрите я не знаю завидуете вы им восхищаетесь своими тут каждый как бы по-своему я скажу вам честно всегда таким людям завидовала вот я себя помню наверное лет до 30 завидующим человеком но эта зависть была для меня не деструктивная даже такое деструктивная зависть это когда я сижу завидую смотрю на стройную девочку завидую ей сижу жру далее там смотрю на успешного человека и обливаю его грязью рассказываю какое нет моя зависть была такая что она мной двигала я смотрела и думаю я тоже так хочу я тоже так хочу что я могу сделать как еще вот мной это двигало для меня это как бы очень такой важный двигающий фактор и и двигающий момент был так вот я не знаю как вы смотрите на вот этих людей но вы должны понимать что если вы хотите быть успешным человеком то это человек который постоянно стремится вперед и вот тут есть следующий такой нюанс нашего роста существуют таких две теории если не прям по моему по теориям просто перевершила сама себя а кстати поставьте плюсики кто с украины пожалуйста если я понимала нас тут много даже если вы сейчас не в украине то вы украине скажите кто тут еще должен быть ну давайте проверка на своих значит давайте по теориям уже сейчас я запутаюсь ля 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 олечка давай 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 господи я забыла что хотел сказать но это вот вот видите вот он пошла девчина в украину давайте о чем мы говорили мы говорили про теорию рек это я помню я хотел вам рассказать еще одну теорию мы двигаемся вперед двигаемся назад позже вот вы знаете мне иногда кажется что то ли старость подкралась незаметно то ли что но вот как так можно съехать с темы это просто вспоминайте о чем я рассказывала сейчас как раз проверочка на вас так теория хотела рассказать вам теорию 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 если мы не двигаемся мы двигаемся про успешного человека про то что можно развиваться вот отлично все молодец смотрите про развитие можно развиваться по двум схемам первая первая история развития это когда мы развиваемся от негативного для того чтобы нам развиваться мы себе делаем больно то есть мы себя бросаем заведомо в какую-то негативную ситуацию соусловно увольняемся с работы там делаем себе критически плохо чтобы не действовать мы не могли я могу сказать что эта теория которой в принципе пользуются как успешные так и не успешные люди не успешные люди пользуются этой теорией потому что обычно такие люди которые ее используют не могут развиваться по-другому то есть они говорят мне же есть сегодня что кушать у меня же есть сегодня работа у меня же есть какие-то отношения ты говоришь но это вообще посмотреть отношениями не назвать это работой не назвать но человек говорит нет вот пока пока мне нормально мне хватает не хватает этих денег он не такой плохой не такой плохой начинает искать что-то в человеке хорошего и только когда ему уже извините я называю зажать яйца дверью вот когда уже прижала окончательно тогда человек говорит блин это капец тут есть тоже два таких разветвления в одних ситуациях люди ждут пока с ними что-то случится в других ситуациях происходит как с человеком происходит все хуже и хуже но он этого не слышит то есть не слышит этого звоночка от жизни его уже уволили он уже расстался с парой уже все плохо и если человек не развивается то жизнь сама жизнь бросает ему критическую ситуацию обычно с проблемами серьезными по здоровью либо здоровьем человека либо что еще хуже здоровьем его детей или близких когда человек вынуждена должен что-то сделать чтобы развиваться почему так происходит потому что наша жизнь вообще это про эволюцию и про развитие если вы думаете что вселенная вас не заботится то вы зря так думаете просто она вам посылает некие определенные приключения скажем так для того чтобы вы включились но это самый такой опасный момент когда вы ждете чтобы у вас было смертельное заболевание чтобы вам наконец-то захотелось жить и да ну это это плохая история вот и есть второй путь развития от наоборот от того что тебе хочется больше от удовольствия у нас тоже так интересно сформировалась что люди вот такие фразы как которые к другим часто использовали например жиру бесится зачем тебе еще у тебя уже есть или умея наслаждаться зачем ты все время бежишь вперед почему ты не такой ненасытный то есть у нас это часто идет со знака минус отрицания то есть на человека даже наезжают ну ты чего типа зачем ты тебе так много не надо не развивайся сиди на месте окружение обычно таких людей очень сильно пытаются удержать так вот развитие от удовольствия это тогда когда вы сами в состоянии поставить себе новую цель когда в вашей жизни все хорошо вы например работаете на классной работе или у вас хороший бизнес ну нормальный он вас кормит вам приятно этим заниматься у вас все хорошо и вдруг вы понимаете что вы хотите удвоиться вы хотите расширить компанию или вы хотите создать новый сервис или вы хотите сделать что-то больше то есть вы хотите идти в зону развития не потому что у вас плохо а потому что у вас хорошо вот это как раз мышление успешного человека потому что успешный человек обычно не идет развиваться от негатива ну то есть он может идти развиваться от негатива когда происходят какие-то критические ситуации например у вас есть бизнес да он нормально работает и вот начался к вид а он у вас физический вон в оффлайне и вы понимаете что либо он сейчас закроется потому что все закрылась либо вам нужно развиваться вот эта история называется развитие от критического но это не вы себе критическое сделали это вот так развернулась ситуация и вы в этой в этой ситуации либо выбираете позицию человека который говорит ай-яй-яй караул все капец невозможно работать вот нас к вид убил он убил мой бизнес и всю жизнь дальше вспоминаете да сидите условно говоря по жизни с картоночкой дайте подайте и все время вспоминаете как вы были очень успешным человеком но разве можно в этом мире достичь успеха когда мир такой сложный либо же наоборот вы в этот момент говорите так окей значит нужно искать какие-то новые возможности и вы придумываете развитие да так например многие рестораны посоздавали свои сервисы доставки если вы считаете что сервис доставки это продолжение ресторана то я вам скажу что нет сервис доставки это вообще другая другой бизнес вообще другой бизнес то есть это параллельный бизнес потому что доставка работает совершенно по другому принципу чем просто например ресторан которому нужно там передать еду это вообще другой принцип и вот многие бизнеса они многие рестораны и просто знаю многих рестораторов они пооткрывали такой бизнес в бизнесе это служило им развитие успешный человек он всегда повышает себе планку и ему всегда мало ему всегда хочется больше амбиции всегда им двигают и если вы человек старого уклада может быть вы молодой но старого уклада то я вам скажу такой еще секрет что опять-таки очень многие слова как бы так это спас куджи не украинская мова в мэн эйд спас куджи не потому что например амбициозный для многих употребляется со словом со знаком минус то есть люди пытаются обвинить тебя в том что ты амбициозный в том что ты требовательный в том что ты вот заметьте почему например обычные люди которые работают на работе часто не любят своих начальников потому и они говорят он такой требовательный он требует от меня дисциплину он требует запомните если ваш начальник этого что-то требует вам прям супер повезло прям супер повезло потому что во первых ваш начальник не похуист во вторых а это означает что компания может зарабатывать во вторых если компания может зарабатывать значит вам есть где развиваться да где расти и есть у кого учиться и это прям супер новость для вас то есть если вы входите в состояние того, что вы находитесь в компании, которые все друг на друга забили, вам говорят, так, когда хочешь, тогда и приходи, сколько хочешь, столько и продавай, как хочешь, так и общайся с клиентами, вообще делай то, что хочешь, сиди с телефоном, да, можешь опаздывать, все, вы находитесь в компании, в которой просто начальник уже давным-давно на вас забил, вот это важно понимать, успешный предприниматель, успешный человек, это тот человек, который не просто сам достигает успеха, который создает вокруг себя успешную команду и помогает другим людям выработать в себе навыки и таланты какие-то открыть, которые также помогут быть вам успешными. Если вы проработали в успешной компании год, два, три, поверьте, вы этим успехом уже пропитались. И вместо того, чтобы включать в себе критика, плыть против течения, всячески отравлять, попробуйте войти в это втечение, попробуйте посмотреть какие классные на самом деле требования выдвигаются, посмотрите на то, как думает ваш начальник, вместо того чтобы критиковать его, что он там мало вам платит, что он там что-то делает плохое, посмотрите и найдите в нем очень много хороших черт и качеств, которые вы можете взять для себя. Успешный человек всегда размышляет так, если вот взять например меня, то я выросла, я уже об этом тысячу раз говорила, в обыкновенной абсолютно семье, я много лет прожила в Киеве на массиве Троещина, я всячески пыталась оттуда вырваться, и у меня это успешно получалось по одной причине, потому что я этого хотела, все мое окружение, мое обучение, мои друзья, все было не на Троещине, я там просто физически проживала. И вот я помню, когда я была в шоу-бизнесе в группе, моим продюсером финансовым был человек, который занимался кинопрокатом, то есть у него была компания кинопроката, они в Каннах закупали фильмы, которые транслировались в наших кинотеатрах. И ему было тогда 30 с небольшим, 34-35, он мне казался безусловно очень старым, потому что мне было 19-20. И я помню, что я смотрела на него, да, у меня конечно было к нему много критики, почему он нам так мало платит, почему, ну как естественно, но позже я решила это сменить и смотреть на то, что у него получается, чему я могу у него научиться. А научиться я могла не только у него, потому что у него было такое же окружение. И каждый раз, когда мы где-то пересекались, я смотрела на этих людей, я смотрела, как они разговаривают, я смотрела, как они ставят задачи, я смотрела на те качества, которые есть у них и которых пока нет у меня. И вот это вы должны понимать, что если вы в себе сможете, ну научитесь наблюдать за успешными людьми, вместо того, чтобы их критиковать, начнете искать в них хорошее, начнете в себе это взращивать, то у вас тоже будет это получаться. Давайте вернемся, посмотрим, будет, кстати, очень здорово, если вы будете давать обратную связь, прям будет классно. Ну давайте продолжим, да, посмотрим еще на феномен успешных людей. Я вам уже сказала, что это люди, которые развиваются не тогда, когда у них все плохо, а развиваются постоянно. То есть это такое очень, ну как по мне, суперкрутое отличие. Вот смотрите, мы с вами столкнулись с войной, и очень для многих людей этот момент стал сложным, безусловно, не только физически, когда пришлось переехать или какое-то время не жить дома, да, или вообще сменить точку, где он живет, но и психологически. Психологически собрать свой мозг в такой момент невероятно сложно. Я, например, считаю себя, вот знаете, из людей с врожденным качеством сильного человека, ну такого непотопляемого корабля, вот такое врожденное во мне, вот хер знает, откуда оно взялось, оно врожденное. Но когда началась война, меня долбануло, конечно, мощно. Почему нас долбасит в такие моменты? Нас долбасит обычно тогда, мы теряем почву из-под ног, когда с нами случается что-то, а, абсолютно новое, б, то, к чему мы вообще не могли приготовиться, да, то есть мы как будто бы теряем вообще вот какую-то опору. У нас всяческая опора уходит, потому что непонятно становится все, и мы изначально хватаемся за то, что дает нам выжить, да, то есть нам вообще хочется жить просто, то есть у нас такое появляется, красная кнопка, блях, я просто не хочу сдохнуть. Когда время немножко проходит, человек достаточно быстро адаптируется. У нас есть классное качество адаптации к любым ситуациям. Мы адаптировались, и у нас появляется следующее, а как нам кушать, как нам жить, да, а у таких, как я, появляется, а как мне развиваться. Потому что если вначале ты радуешься просто тому, что ты жив, то потом ты снова возвращаешься к каким-то своим ценностям. Сука, я хочу ездить на хорошей машине, я хочу, то есть это очень-очень классно, потому что если психологически вы слабые, то вас выбивает настолько, что вам вообще не до машины, не до чего, вы просто хотите выжить, но в этот момент задаете себе вопрос, а нахрена? Ну, что вы хотите выжить? Вот выжить и что? И что? И что? Ну, выживите вы, и что? Если у вас ничего нету, если вы ничего из себя не представляете, если вы перепуганы и растеряны, что вам это выжить даст? Вы будете травой, травой. Поэтому для того, чтобы вы не были травой, у нас снова появляются какие-то желания, да, какие-то снова амбиции. Я хочу выжить в маленьком домике, вот, да, в каком-нибудь получше, можно побольше. Вот, потом я хочу все-таки иметь какую-то работу, я хочу что-то развивать, я хочу что-то создавать. То есть, вот этот ваш испуганный человек, который спрятался, он выходит, и у него начинается снова амбиция. Он снова хочет машину, он снова хочет жить, он снова хочет отношения, ему снова начинает хотеться жить. А когда проходит еще немножко времени, то вы включаете в себе сильное желание. Вот знаете, как громкость включается? Потому что ты думаешь, если жизнь может так быстро закончиться, то какого хера я нахожусь в инстинкте самосохранения постоянным? Какого хрена я постоянно говорю себе о том, что вот, знаете, как в детстве, вот вырастешь, вот и ты себе говоришь, ну, потом я куплю дом, потом у меня будут отношения, пока побуду в этих, потом у меня будет какая-то хорошая жизнь, пока я как-нибудь... Ты думаешь, какого хера, если я могу сдохнуть, если ракета ко мне может прилететь в любой момент, то есть может наступить апокалипсис, сука, метеориты летят. То есть вы же посмотрите, что вообще творится, какой-то полный пиздец. Уже просто ты такой, если ты раньше чему-то удивлялся, то сейчас, ну, что угодно может быть. Помимо, да, потом там ядерная война, тоже там я была на Бали и просыпаюсь, у нас 5 часов разницы с Украиной, и у меня 14 звонков от одного человека. Я думаю, блядь, что случилось такое? Знаете, смотрю новости, вроде бы Киев жив. Я звоню, говорю, слушай, ты же знаешь, что я сплю. А он мне говорит, Оль, написали, что ядерная война, и мне очень хотелось с тобой поговорить. Написали, что может быть ядерный запуск, не ядерная война, ядерный запуск. Я сижу, извините, ржу, говорю. Ну, ребят, ну, совсем уже, конечно, мы приехали, но ценность, что я всем этим спичам хочу сказать, ценность жизни сильно возросла. И когда произошел вот этот момент того, что, блин, а если я все равно могу умереть, я хочу жить на максималках, это как, знаете, ты ездишь на машине, которая там у тебя хорошая, с хорошим движком, и ты все время едешь 60-80 километров. И потом ты понимаешь, что ты можешь сдохнуть. Ты смотришь на свою машину и думаешь, блин, до какого хера, я ни разу даже на своей тачке не погонял. И ты педаль в пол, да, и там, и погнал. Просто, чтобы покайфовать. Вот такая же история происходит с нами. Когда начинается, вот успешный человек понимает, до какого хера я хочу на максималках. Я хочу ставить самые большие цели, я хочу, я просто хочу жить, я хочу успеть. Столько, сколько я успею. Неважно, мне осталось 150 тысяч лет, или мне осталось 10 лет жить, или мне осталось 10 дней жить, да, никто этого не знает. И вот включается вот эта вот история жизни на максималках. Это то, с чем столкнулись опять-таки украинцы. Когда я увидела, что многие пропали, пропали, вообще с радаров пропали, предприниматели пропали с радаров, девочки какие-то, которые были очень классные, яркие до этого, просто исчезли, просто исчезли. Затем прошло какое-то время, и какая-то часть из них, вот эта успешная, она снова появилась. Она снова такая, знаете, взорвалась с новым залпом, и я смотрю, и пошло расширение, а мы на мир расширяемся, а мы на то расширяемся, а я развелась наконец-то. У меня было несколько клиентов, с которыми мы никак не могли развестись, точнее, которые никак не могли принять этого решения, хотя были откровенные отношения, абьюза, еще чего-то. И вот мы работаем с девочками, и я говорю, ну, послушай, ну, а я такой, знаете, не очень типичный какой-то там психолог-коуч, я говорю, блядь, он просто урод, тебе надо от него уже уйти, потому что я понимаю, что он не может этого сделать, вот сама, как бы я ее ни вела. И вдруг мы там так долго над этим работаем, ну, какое-то время, и вдруг все резко поуходили, все резко позакрывали то, что не надо, это попереезжали, люди сделали за пару месяцев, там, за полгода, то, что не могли сделать за всю свою жизнь, реально. И это как раз такое открыло, ну, открыло такую мощную энергию. Так вот, если эта энергия у вас открывается, это тоже энергия успешного человека. Смотрите, есть такая классная штука, многие считают, что успешные люди, это где-то там, это они, вот там, вот по ту сторону, а я пока не успешный. Я вам такой секрет расскажу, что вот этот ген успешности, он есть у каждого из нас. То есть вы априори успешны. Вот знаете как, то есть если вы это не используете, вы пока это не открыли, то это не говорит о том, что у вас этого нет. У вас это есть, просто вы это не используете. И я сегодня, может быть, вам придется переслушать этот эфир, рассказала вам о нескольких вещах, которые вам нужно просто активировать. У вас было такое, когда вы приезжаете в отель, живете там, выезжаете, и в конце открываете шкафчик, и видите, что там висели халаты, которых вы не видели, видите, что там был утюг, которого вы не видели, обнаруживаете, что там были бесплатные фрукты, которые сгнили. И вы такие думаете, еблин, как я вообще всего этого не заметила. У меня такое было сто тысяч раз. Поэтому я сейчас, когда приезжаю в отель, я его сначала весь вообще обсматриваю. Не только свой номер, но еще и территорию. Потому что часто бывает, что я половину опций не вижу, не знаю, не понимаю. Точно так же и в вашей жизни. Вы должны понять, что у вас есть все абсолютно для того, чтобы вы могли достичь успеха, чтобы вы думали, как успешный человек, чтобы вы действовали, как успешный человек, чтобы вы им стали. Но проблема главная в том, что ваша система не активирована. Вот и все. И для того, чтобы ее активировать, нужно совершить, ну, просто ряд определенных, достаточно шаблонных действий. И вот как раз про это я вам хочу сейчас сказать. Значит, давайте к самому простому. У меня первого числа стартует мой уже такой крутейший тренинг «Рерайтер жизни». Он платный, но сейчас речь пойдет не о нем. Он мега крутой, потому что он помогает вам активировать в себе нужные системы и понять, чего вы хотите. Но хорошая новость заключается для вас в том, что 24 числа стартует мой тренинг бесплатный, трехдневный, который называется «Взлом реальности». Он суперкрутой. Во-первых, потому что в нем для вас напечатаны, распечатаны чек-листы с упражнениями, заполняя которые, вы уже увидите в себе очень много тех пунктов, которые у вас не запущены, которые у вас слабые. То есть вы сами увидите свои системные ошибки. Второе. В нем есть медитации. Давайте я буду так, это не скромно сегодня, но медитации у меня волшебные и они абсолютно отличаются от всего того, что вы у кого-то где-то слушали. Что такое медитация? Медитация – это позволение расслабления нашему мозгу, переход на альфа-уровень. Это уровень, в котором включаются ваши, давайте так скажу, суперспособности. Уровень, где мы с вами соединяемся с уровнем нашего подсознания и вы получаете какие-то такие ответы, которые в сознательном состоянии вы не помните. То есть задавая правильные вопросы, а я вам там помогаю это делать, вы получите те ответы, которые на самом деле живут в вас, но которые вы в сознательном своем состоянии не помните. Так вот, этот тренинг идет три дня. Он бесплатно для вас. Называется он «Взлом реальности». Совсем скоро я его начну рекламировать на всех орбитах. Сейчас, чтобы на него попасть, вы делаете очень простое действие. Вы переходите в шапку профиля. Сейчас я поменяю после эфира ссылочку, но... И вы будете напрямую попадать на этот «Взлом реальности». Но сейчас вам, если вы прямо сейчас это будете делать, вы переходите по ссылочке и попадаете на мой сайт Ольга Ермилова. И там есть перечень тренингов, марафонов, которые там стоят в расписании. Вы выбираете «Взлом реальности», регистрируетесь на нем. И как только у нас запускается чат, а это будет 23 числа, вы попадаете в чат, потом вы попадаете в личный кабинет, и ко всему этому у вас открывается доступ. Мне очень хочется, чтобы вы попробовали, хотя бы попробовали немножко с собой поработать. Мне очень хочется, чтобы вы обнаружили, насколько много в вас находится скрытых, крутейших талантов и возможностей. Мне очень хочется, чтобы вы осознали, увидели, поняли и научились использовать свой мозг, свое мышление для того, чтобы открыть себе все необходимые для вас жизненные богатства, включая финансовые. Я знаю, что многие люди в это не верят. Я знаю, что многие люди в это верят, но ни хрена не делают. Я знаю, что нам сложнее всего поверить в то, что у нас все есть, и на самом деле, меняя свое мышление, мы открываем, мы как будто бы прозреваем и начинаем видеть в нашей жизни те возможности, которых раньше не видели. Но я очень хочу и надеюсь, что те люди, которые смотрят мои эфиры, они в состоянии хотя бы 3 дня, 3, тут циферку не могу показать, 3 дня посвятить этой работе. Я вас уверяю, что даже после этих 3 дней у вас начнутся достаточно мощные изменения. А если вы захотите пойти дальше и прийти на мой марафон Рерайтер жизни, где мы с вами пишем сейчас книгу, в формате книги мы описываем ту жизнь, план своей жизни, к которой мы хотим прийти через 6 месяцев. И дальше работаем над этим. Это безумно интересный формат, но я могу сказать по изменениям глобальным в своей жизни, что все это прекрасно работает. И у вас есть сейчас такая возможность это узнать. Поэтому я вас очень жду во взломе реальности. Если даже вы сейчас не запишетесь и увидите у меня потом где-то в сториз взлом реальности, переходите и записывайтесь. Но очень важно уделите этому время. У нас всегда с вами хватает времени на все, что угодно. Успешный человек от другого отличается тем, что он умеет выделять главное и все остальное. Так вот, развитие себя и инвестиции в себя, и постоянное обучение по разным уровням, чтение книг, слушание правильных материалов, общение с успешными людьми, с интересными людьми, давайте так назовем. Прокачка себя это правило успешного человека. Успешный человек еще раз начинает заниматься своим развитием не тогда, когда у него все плохо, у него нет денег и начались проблемы. Успешный человек делает это регулярно так же, как я регулярно пью по утрам латы. Это абсолютно нормальная привычка. Именно поэтому он и успешный, потому что он постоянно идет по этой дороге и каждый день работает над собой и над своим успехом. Поверьте, это не просто слова. Я сама создавала и продолжаю создавать свою жизнь уже вот почти 40 лет. я общалась с огромным количеством людей, я обучалась у огромного количества людей, я обучала большое количество людей. И я очень люблю, это такая моя природная способность или, не знаю, моя любовь, я очень много анализирую, как люди думают, чем отличаются те, у кого получаются и не получаются. И я стараюсь эту информацию максимально вам обрабатывать, не быть тут профессоршей, не быть очень сложным каким-то человеком, а на максимально простом языке дозносить вам ценные и важные вещи. Поэтому я вас жду во взломе реальности, потому что я точно знаю, что после него у вас очень много в жизни моментов начнет меняться. Это будут ваши первые шаги. Захотите ли вы там идти со мной дальше, это уже ваш выбор. Я никогда не давлю ни на чей выбор, потому что я всегда все люблю по любви, потому что считаю, что любовь это наша самая мощная энергия. На этой прекрасной ноте я буду заканчивать и вам всем благодарна за то, что вы пришли на эфир. Я вас очень попрошу для того, чтобы эфир смогло увидеть большее количество людей, а в этом случае я его оставлю, оставить небольшой комментарий после публикации. Просто написать о том, понравился вам эфир или не понравился вам эфир, рекомендуете его посмотреть или нет, пожалуйста, это очень ценно и важно для меня и для того, чтобы большее количество людей его видело. Все, я вас всех обнимаю, желаю вам классного воскресения, желаю, чтобы вы сегодня были наполнены самыми позитивными вещами, желаю, чтобы сегодня в Украине было максимально тихо, чтобы мы с вами провели классное воскресение, и вообще пусть наша жизнь будет потрясающей. Субтитры создавал DimaTorzok